Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. Она начинается словами «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему, у ней была служанка египтянка именем Агарь». И далее «И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать, войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Давайте посмотрим, как это звучит в древнем Таргуме. «И Сара сказала Аврааму, Господь не дает мне детей, живи с моей рабыней, быть может, хоть она родит мне сына». Авраам согласился с Сарой. В синодальном более выразительно Авраам послушался слов Сары. Сара, конечно, обладала статусом пророчицы, и в некотором случае даже Бог говорил Аврааму, послушайся своей жены. Хотя, казалось бы, если Авраам пророк, то кого он может слушаться, кроме Бога. Однако ситуация была не такая простая. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жену». А что значит «взяла»? Что она на руки взяла? Имеется в виду, что она убедила ее словами. Она как бы говорила ей, «Твое счастье в том, что ты удостоилась близости с таким праведным, удивительным человеком». То есть она ее уговорила, взяла словами. Она же не взяла ее на руки, не понесла. Это вот указание на это. Мы прочитали, что все это происходило по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананской. Это закон. Если муж и жена живут в святой земле, и в течение десяти лет у них нет ребенка, они могут поставить вопрос о разводе. Вот так это было, по крайней мере, в древности. Причем, если бы они жили где-нибудь в Риме, в Афинах, вдали от святой земли, и у них бы не было детей, такого права им бы не предоставлялось развестись. Почему? Потому что святая земля – это плодородная земля во всех отношениях, не только в отношении почвы. Собственно говоря, земля – это есть люди. Адама – земля. Та самая Адама, из которой был создан первый человек – Адам. И далее мы читаем слова, которые могут нас покоробить. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. А почему здесь, говорится, он вошел к Агаре, и сразу? И она зачала. С первого раза было только одно саити у Авраама с Агарью по настоянию Сары, его жены, и она зачала. Давайте посмотрим, что пишет святитель Амбрусий Медиаланский по поводу всей этой ситуации. Это его трактат об Аврааме. Некоторых может смутить то, что Авраам в то время, когда он уже разговаривал с Богом, что значит «в то время», когда он уже разговаривал с Богом, то есть был пророком, вот что это значит, входил к служанке. Амбрусий Медиаланский продолжает. Но давайте сперва рассмотрим, что Авраам жил до закона Моисеева и до Евангелия, и увидим, что прелюбодеяние еще не было запрещено. Наказание за это преступление излагается только со времен закона, то есть закона Моисеева, который вменил это в преступление прежде закона прелюбодеяния, не осуждалось. Но лишь начиная с закона, поэтому Авраам не приступил, а предварил закон. Бог в раю хоть и восхвалил брак, тем не менее не осудил прелюбодеяние, ибо Он, Господь, не хочет смерти грешника, и поэтому обещает награду и не требует наказания. Он предпочитает побуждать мягкими манерами, а не устрашать жестокими. И ты согрешил, когда был язычником, но имеешь оправдание, ты пришел в церковь, услышал закон, не прелюбодействуй, у тебя уже нет оправдания за проступок. Однако, поскольку я беседую с записавшимися получить дар крещения, если кто-то из вас совершил столь тяжелое преступление, пусть знает, что ему будет дано прощение, но подобно тому, кто совершил преступление, пусть знает, что в будущем следует себя сдерживать. Итак, здесь святитель Амбросий Меделандский указывает на то, что не было еще запрета на такие отношения, ведь апостол Павел пишет, что закон пришел, и грех усилился, то есть ответственность за грех она усилилась, а в этом случае ничего такого не было. Он вошел к Агаре, и она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Современный перевод. И стала смотреть на госпожу свысока. Таргуман Келоса предлагает такое решение. И стала смотреть на госпожу с пренепряжением. То есть Агарь, она возгордилась, что она сразу забеременела от первого и последнего соития с Авраамом, и стала презирать свою госпожу. Ведь тогда считали, что если человек не может забеременеть, значит, у него какие-то тайные грехи. Он под каким-то проклятием. И такой человек нес поношение бесчатства. Сара это заметила. Сара это очень чуткая женщина, наделенная пророческим даром. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твою. Сара как бы говорит, она моя собственность. Я распорядилась так. А она, увидев, что за чела стала презирать меня, Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Как поведет себя Авраам в этой ситуации? Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Авраам не оспаривает того, что Агарь – это служанка Сары. И он говорит Саре, вот служанка твоя в твоих руках. Но действие Сары намного грубее и хуже, чем действие Агарь, которое превозносилось перед Сарой. И Сара стала притеснять ее, беременную Агарь. И она убежала от нее. И вот когда я был в Святой Земле, там был такой момент, я был в гостях у одного там ученого, еврея, очень симпатизировавшего христианству. И когда я был в гостях, вдруг какой-то грохот, как будто такой взрыв, хлопок. И он говорит, а это наш дядюшка Ишмаэль опять злится на нас. А я спрашиваю, а кто такой дядюшка Ишмаэль? Он говорит, это сын Агарь. И потом спрашивает меня, а вы знаете, почему арабы все время на нас нападают? Это гнев Божий. И виновата во всем Сара. Я его спрашиваю, а в чем Сара виновата? Она притесняла беременную Агарь. А разве можно притеснять и угнетать беременную женщину? И за это Бог сделал так, что потомки Агарь всегда будут досаждать потомкам Сары. Я спросил, то есть вы как бы согласились с этим? Он сказал, ну что значит, согласились или не согласились? Сара угнетала беременную женщину. Разве это допустимо? И не важно, кто она там, арабка или еврейка или какая-нибудь там обесинка, это грех. А грехи родителей, они потом оказываются оскоминой на зубах их потопков. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне. Сейчас очень интересный текст. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, Я бегу от лица Сары, госпожи мои. А почему ангел спрашивает, Откуда ты пришла и куда ты идешь? Это риторический вопрос. Ангел все знает. Ангел спрашивает, Откуда ты пришла и куда идешь? Он как бы спрашивает, Ты пришла из Египта, из этого ада. И теперь опять идешь в этот Египет. Она начинает как бы оправдываться. Я бегу от лица Сары, госпожи моей. А ангел Господень сказал ей. А мы знаем, что это ангел Господень. С ней разговаривает. Этот текст, он очень неожиданный. Смотрите, стих седьмой. Ангел Господень нашел ее. Девятый. Ангел Господень сказал ей. Десятый. И сказал ей ангел Господень. Одиннадцатый. И еще сказал ей ангел Господень. Да мы знаем, что это ангел Господень. О чем это? Ангелы так стремительно выполняют волю Бога, что для каждого поручения дается один ангел. Они сменяют как бы друг друга. Здесь как бы хоровод, такая карусель ангелов. Ангел Господень. Один ее нашел, другой сказал. Другой сказал что-то еще. Это стремительные послушники Бога. А ангел, если хотите, это и есть весть от Бога. Это и есть выполненное им послушание, которое Бог ему дал. А так как ангелы очень пламенеют любовью к Богу, каждый хочет совершить какое-то служение. Здесь поразительно то, что Агарь, она спокойно реагирует на явление ангела. Или ангелов даже. Вспомните, когда Иоанн Богослов увидел ангела, он еще рухнул на землю. Вспомните, когда Иисус Навин увидел ангела и узнал, что это ангел, он тоже рухнул на землю. А тут целый хоровод ангелов, и Агарь спокойно разговаривает. О чем это свидетельствует? Она же жила в шатрах Авраама и Сары, этих божьих пророков. А там ангелы часто являлись. И ничего неожиданного в ее поведении нет. Она привыкла просто к общению небожителей. Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Вот этими словами госпожи моей, она не оспаривает власть Сары. А ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей, покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя, Измайл, ибо услышал Господь, страдание твое. То есть как бы сон ангелов получается. Один призывает ее вернуться госпоже, покориться. Другой приносит радостную весть о том, что умножая, умножит Господь потомство ее. Так что нельзя будет исчесть его от множества потомки. Агарь – это арабская цивилизация. Арабская цивилизация. Это князья и цари арабской нации. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измайл, ибо услышал Господь страдание твое. Дословно это имя произносится как Ишмаэль, и оно означает «услышит Бог». Поэтому здесь игра слов. Ангел говорит, наречешь ему имя Ишмаэль, то есть услышит Бог, ибо услышал Господь страдание твое. То есть Господь сейчас услышал страдание твое, и Бог будет слушать Ишмаэля, этого патриарха всей арабской нации. Он будет, вот смотрите, дальше идет характеристика арабам, мусульманам, он будет между людьми как дикий осел. Руки его на всех, то есть он будет нападать на всех, и руки всех на него, и все будут нападать на него. Они так и живут. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. Что значит пред лицом всех братьев своих? А какие там братья были, это как-то непонятно. Он будет всегда здесь, на этой земле. Даже евреев в свое время прогнали, а вот арабы там сидели. А братьями являются евреи. Ведь евреи и арабы – это семиты. У них язык очень сходный. Например, по-еврейски царь – мэлэх, по-арабски – ма-ли-ки. По-еврейски – день – это йом. Йом. А по-арабски, насколько помнится – ям. То есть это неизбежно. Эта земля всегда будет зоной столкновения и конфликта. Это реальность, которую мы видим и теперь. Вот в апокалипсисе сказано, что Иерусалим будет разделен на три части. И Андрей Кисарийский, который писал комментарии на апокалипсис, он предположил так. Одна часть – это христианская часть, другая часть – это еврейская часть, а вот третья часть, он так подумал и решил, наверное, это самаряне. Да какие самаряне? Это мусульмане. Нравится нам или нет, но Иерусалим разделен на три части, как и сказано в книге Откровения Иоанна Богослова. Но просто во дне Андрея Кисарийского ислам еще не поднял свою голову, но Господь, он видит, как бы, будущее не только отдельно взятого человека, но и целых народов, он будет между людьми, как дикий осел, то есть непокорный осел, неукротимый, дикий. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем, ты Бог, видящий меня. Ты Бог, видящий меня. Это очень напоминает Ты Бог, видящий меня, или Рой, близко к Раа-Они, то есть испытывающий горе, то есть Бог, который является в видениях, видениях, и заботится о тех, кто в притеснении, в гонениях испытывает какое-то горе. Посему источник той, тот называется Б.Р. Лаха и Рой. Дайте целиком прочитаем, 13-14. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем, ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Ну, целый хараот ангелов. Посему источник тот, то есть колодец, называется Б.Р. Лаха и Рой. Он находится между Кадесом и между Баретом. Считается, что это колодец, у которого появился живой ангел, то есть видимый. различаемый. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам, имя сыну своему, рожденному от Агари, Измайл. А почему об этом говорится? Ведь ангел уже сказал, как его назвать. Скорее всего, в этом случае происходило так, как с Анном Крестителем. Помните, там отдельно отец написал, что его имя Иоанн, и отдельно мать сказала, не посоветовавшись с отцом Иоанна Крестителя, Иоанн его имя. И здесь пророческий дар проявляет и Агарь, которую ангелы посвятили в эту тайну. И Авраам вторит как бы этому ангельскому решению, что будет называться Ишмаэль, то есть тот, которого услышит Бог за его усердную молитву. Итак, сегодня мы с вами прочитали 16 главу, где рассказывается как бы о начале арабской нации, и мы знаем, что из этой нации вышло очень много святых, мучеников, подвижников христианских, которые обогатили христианскую церковь, христовую церковь своим горением, пламенением перед Богом, которые взыскали голоса Бога, ожидая, когда Господь услышит их молитвы. И мы знаем, что накануне Пасхи, когда в храме воскресения Христова происходит чудо схождения благодатного огня, именно арабы толпою, сидя друг у друга на закорках, они врываются туда, бьют барабаны, кричат, у них там всякие кричалки религиозные, такие православные, кого-то это раздражает. Но однажды был случай, когда арабов не пустили за такое поведение. Огонь не сошел до тех пор, пока их не запустили. Ни патриарх, ни греки, ни армяне, никто ничего не мог сделать. Поистине, Бог любит каждый народ, каждый язык, и промышляет о всех существах, живущих на земле, и не только о людях, но и о птицах небесных и о зверях полевых. Спаси Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова